Учит китайская речь. Полезно послушать, узнать. Проходите, пожалуйста. Проходите. What is your name? Идзе. Идзе. По-китайски. Всем здравствуйте. Меня зовут Фан Идзе. По-китайски Идзе. Я из Казахского федерального университета. Я сейчас уже адмирант. Третьего курса. Конечно, я тоже, как преподаватель в институте ФМК, я там преподаю русскими студентами китайский язык. Поэтому мы вместе подумали, что одна хорошая, интересная идея, это не только мы вместе посмотреть, что есть на выставке, и еще чуть-чуть обсудить, тренировать китайский язык. Скажите, пожалуйста, товарищи, вы когда-нибудь изучили китайский язык или нет? Нет. Нет. Да. А-а-а. Ну да. Вот так. Ага. Может быть, мы начнем с привет. Привет на китайском. Это... Ни хао. Ни хао. Ни хао. Давайте со мной вместе повторите. Ни хао. Ни хао. Какие прекрасные произвращения. Я сейчас в Китае, что ли? Скажите, пожалуйста, как на татаршке говорить? Ни хао. Ни хао. А-а-а. Иссэмисис? Иссэмисис. Хорошо. Вы только что уже посмотрели эти выставки или нет? Нет. Чуть-чуть. Мы будем вместе посмотреть. Если есть вопросы, мы тоже можем вместе обсудить. На какой предмет вам больше интересно? Скажите, пожалуйста. Все интересно. Все интересно. Ага. Это календарь, по-моему, да? Ага. Вот я могу предрогать... А вот это не календарь? Это, конечно, календарь. Это календарь, вы можете даже посмотреть, посмотрите там, что есть. А вы видели, что, конечно, я тоже не под такие специальности, но вы можете поближе посмотреть, да? Вот. А здесь есть люди играют, как не шахматы, не мачан, а го. Да. Они играют на го. А здесь тоже есть, ну, какие-то не люди тоже играют на го. А го на китайский. Очень интересно. Два иерографа. Уэй-чи. 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 Хорошо. Уэй-чи. 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 Уэй-а. К popped up. Уэй. Я сама тоже очень удивительная, откуда наши великие музеи собирались так много интересных вещей. А ваза на китайском языке произношение «хуапин». Давайте «хуапин». Первый иерогрик «хуа», если отдельный переведи, это «цветок». А второй «пьем», это просто «пьем». А в китае мы можем так сказать, девушка, ты похожа как «хуа», ты как цветы, очень красивая. И давайте мы пройдем дальше. Вот. Вы видели, здесь есть три героя. Они разные. Они тоже из мифа Китая. Люджи считаем, что они как символ счастлива, долго жить и спокойны. Да. Вы видели? В Китае люди часто тоже предложили такие интересные символы дома. В Китае. Может быть, еще что-то мы можем вам покажу. А это какого времени? Какого времени? Современные или старые? Это старые. Они все старые. В Китае примерно есть пять тысяч лет истории. Они все старые. Но комплекты, которые в династии, я тоже не хорошо знаю, потому что я не как организатор. Но, когда я первый раз пришла здесь, я сама тоже очень удивительная. Потому что именно в Москве, в Петербурге, я сама не увидела. Таких много. Они сказали, что они все настоящие. То есть они не копии. Оргинал. И это очень мелкие такие детали. Да. Очень уточенная работа. И еще мы можем посмотреть вот этот картинок. Вы можете видеть, они очень, как это сказать, и красивые, и интересные. Это не рисовали, а сцитировали. И еще вот здесь как мороз. Я не знаю, это настоящая или нет. Но я сама кажется, что может быть это настоящая. Но я сама считаю, что из какого мифа. Потому что, давайте я тоже вам предлагаю. Здесь есть одинаковая. Похожая картина. Это точно герои из мифа. Вы видели, что он террорист. Он террорист один как он. Как это называется на русском? Я не знаю точно. Но это на китайском называются три ерунда. И жуи. Может быть со мной вместе повторите. И жуи. И жуи. Ребята, вы точно не изучили китайский язык вообще? Ваше произвращение намного лучше, чем русские студенты, которые уже изучили китайский язык. Я очень удивительная. Это точно одно из героев из мифа Китая. Вот именно такое вещь. Люди считают, что это волшебные. Это волшебные вещи. И он лезть может быть в небо. И часто туда-сюда помогает людей. Давайте мы тоже посмотрим.